Руководство ГАИ выступило сегодня с инициативой и пригласило к диалогу активистов общественных движений. Цель встречи – найти способы и методы совместной работы, чтобы решать вопросы безопасности дорожного движения. В ГАИ, говорят, ситуация на дорогах области сложилась непростая. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 26 человек. Стало больше разыскных ДТП. Только за один день было сбито 4 пешехода и 1 велосипедист. В трех случаях водители скрылись с места происшествия, видимо, уповая на то, что при нынешней ситуации в стране им удастся остаться безнаказанными. С другой стороны, в ГАИ не скрывают, что степень доверия к ним людей катастрофически упала. Более того, многие сотрудники получают угрозы. Сегодня нашим сотрудникам, некоторым сотрудникам у нас есть такая информация, уже есть прямые угрозы физического воздействия. То есть люди тоже отчасти имеют такое чувство, наделенное природой, как страх. Даже некоторые уже опасаются. Но пойдет ли на пользу обществу, если ГАИ прекратит работу по обеспечению безопасности дорожного движения? Мы готовы к диалогу. Мы хотим, может быть, сегодня услышать критику в свой адрес. Если такая будет, она должна, может быть, прозвучать. И все-таки призывая благоразумности, нужно создать сегодня такие формы работы. И мы через средства массовой информации обращаемся сейчас ко всем желающим, кто реально может помочь в этом. Мы планируем создать координационный совет, в который, опять же, приглашаем войти представителей общественных организаций, людей, которые уважают свою активную позицию, представителей средств массовой информации. Потому что, может быть, своеобразным надзором за работниками ГАИ на линии вот эти общественники и будут. Представители автомайдана упрекнули ГАИшников в однобоком выполнении своих функций во время проведения Майданов. В качестве примера привели инцидент 26 января с неким джипом без номеров, который нарушил правила дорожного движения на пересечении улицы Лермонтовой 40 лет Советской Украины. На глазах у наряда ГАИ. Как они сказали, обратитесь к нашему начальству, мы ничего не видели. При этом они стояли прям в метре от машины. Автомайдановцы уверены, перед законом все равны. И избирательность по отношению к нарушителям правил дорожного движения недопустима. Если применять ко всем сейчас штрафы, а штрафовать можно каждого, и меня в том числе, люди начнут вспоминать правила дорожного движения. Предложение запорожских ГАИшников о совместной работе автомайдановцы пообещали обсудить между собой и уже потом сообщить, готовы ли они к сотрудничеству и в какой форме.